Больше 850 малышей пойдут в детский сад в ближайшее время. Распределение мест в дошкольных учреждений происходит по автоматизированной системе. Все решает компьютер. Специальная программа оперирует данными детей. В ее распоряжении лишь порядковый номер, не указаны даже контактные данные. Эту процедуру распределения в департаменте образования стараются делать ежемесячно. Каждое вакантное место, которое освобождается, сразу предоставляют родителям, чьи дети еще не ходят в сад. Главной задачей родителей было вовремя встать в эту очередь. И в порядке очередности от момента, когда родители заявились в МФЦ, эта процедура идет. Понятно, что у нас есть категория внеочередников, категория первоочередников. То есть все согласно регламенту, который действует уже ни один день, ни один месяц. О предоставлении места для ребенка родителям сообщают специалисты детсада по указанному в заявлении телефону. Родителям, которые получат направление, нужно в течение 10 рабочих дней явиться в выбранный сад и оформить письменное согласие. Поскольку моя дочь является очередником в садик, мы, конечно, мандраж испытываем, ждем того счастливого часа, когда она зачастливает. Поэтому я считаю, что это справедливо, это хорошая процедура, это правильно. Чтобы попасть в списки очередников, родители должны оставить свои заявки на портале образовательных услуг. Они могут выбрать до пяти дошкольных учреждений. Но чтобы изменить свой выбор, а также внести дополнительные данные или исправить неточности, необходимо обратиться в ближайшее МФЦ. Мэрия Елчан, Максим Гусев, События.